что-то не видно или вам видно что-то туман какой-то мне вас хорошо видно у вас какой-то как туманка это наверное вечер у нас вот так получше вроде сразу первый вопрос скажи когда дорогая велищать как-то тебя величать как тебе где вы забыли мое имя да конечно как величать тебя игнатий тихонович и это лидия муранова но не то пометал очень вы меня удивляете я вас зову игнатий да не надо мне учиться лидия это мне лучше смотрите а то как-то неудобно вроде бы лидия все ладно слушаю ну хорошо величайте величайте лидии снимал отца как звали то не пойму не понял ефимовна 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 понятно ефимий да отец да ой какое хорошее имя да 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 так ну и что прочитали комментарий который там администрация у меня там один с переписывался да 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 я вам хочу я это дорого что он сам позвонил значит жена ему все передала он сам позвонил следующие новости он едет не в нью-йорк если вы знаете в нью-йорке находится семинария Святого Владимира, они готовят священников для OCA, для православной церкви в Америке, где был Шмеман. Знаете, да? Да. Знаете это? Знаю Шмемана. Я его... Ну вот, это ошибка, жена ошиблась. Я знаю это. Одним словом, это другая церковь, это американская православная церковь в Америке. У них свое начальство, это не патриархия московская, никакие не патриархи, они отделены. Одним словом, этот человек Стив едет не туда, жена мне спутала. Жена пришла в православие, она еще в этом плохо разбирается. Стив едет в Джорданвилл. Вам знакомый монастырь зарубежной церкви в Джорданвилл? Да. Вы там были? Жил, жил там. Помните? Я там жил. Я знаю. Короче, это монастырь зарубежной церкви. Так что он едет к зарубежникам, в монастырь на следующей неделе. Так что я ему сказала, что монастырь от нас находится еще ближе, чем Нью-Йорк. Часа четыре на машине всего лишь. Он меня пригласил там встретиться, поехать мне в монастырь. Но я ему высказала свое мнение. У меня с монастырем большие были отношения. И очень кончилось тем, что мы там наткнулись на гомосексуализм. С моими тремя сыновьями. Это было давно. И с тех пор у меня нет отношений ни с монастырем, ни с церковью. Это мой личный опыт грустный. Он удивился. То есть он, так сказать, взял эту информацию на размышления. Одним словом из нашего разговора я поняла. Да, они, конечно, протестанты в основе своей, как и полагается всем американцам. И только-только делают первые шаги в православие. И как я поняла, так на ощупь. На ощупь весьма нерешительно. Не сказал он мне, кто их, так сказать, кто их руководитель, кто им открыл дверь в православие. Это он мне не сказал. Но то, что он сориентирован на зарубежную церковь, это вообще лично мое мнение отрицательное. Но это мое мнение. Одним словом, я спросила, вдруг он знает отца Александра меня имя, слыхал ли он, чтобы как-то сориентироваться. Нет, не слыхал. Но я ему дала имя и сказала, что на интернет, на Google он найдет довольно много информации на английском языке. И это ему поможет сориентироваться, так сказать, кто я и есть ли у него интерес общаться со мной. Дальше. Следующая новость, значит, все, про это, так сказать, наши местные новости таковы. Ваши российские новости в его плане, я так и предполагала. Его друг, который его направил, вдохновил переезжать к вам в Сибирь, это, конечно, тот самый веселый этот проповедник, как вы его назвали, да? Веселый проповедник. Justice Walker, помните? Вы его знаете? Конечно. Да? Да, я о нем молюсь тоже. Вот, вот. Так, слушайте дальше. Значит, это друг его, который его и вдохновил на переезд. И здесь я удивилась, то есть я его стала убеждать в том, что между ними большая разница. Walker уже много лет в России, у него чудесный язык, потому что он жил в России, когда был мальчик, вместе с отцом. Ваши 90-е смутные, отец приезжал в Россию чем-то заниматься, не знаю чем, и мальчиком, значит, Walker приехал, поэтому он узнал хорошо, изучил хорошо русский. Он вернулся вместе с отцом, и через какое-то количество лет опять вернулся в Россию, в Сибирь, и вот стал там путешествовать. Я наблюдала его на онлайн, он в одном месте жил, в другом, в третьем. Вот, и я думала, что он благодаря отцу и вот тому времени смутному получил российское гражданство, поэтому так спокойно живет у вас в Сибири. Стив меня разочаровал. Он сказал, нет гражданства российского, у него нет. Он, к сожалению, как и все американцы, сегодня есть такой закон, имеет три года, имеет право три года жить в России, возвращаться, там, так сказать, регистрироваться, отмечаться, все свои налоги проверять, и можно и опять возвращаться в Россию. Вот так он мотается много лет, а землю большую свою он купил опять благодаря своему другу. Какой-то там Андрей, у него старый верный друг, русский человек, вся земля этого Walker'а оформлена на этого русского. И, значит, этот веселый фермер уговаривает и Стива поступить так же, чтобы этот Андрей оформил на себя землю, а Стив будет приезжать туда-сюда мотаться, как и сам Walker. Это, конечно, для меня, например, это абсурдно. А для американцев некоторых это нормально. Если вот вы видели, что он такой, как клоун, этот Walker смешной, клоун какой-то, может быть, для него это нормальный стиль. Но этот человек, Стив, все-таки, мне кажется, более серьезный. Мне он как-то более симпатичен по его разговору. Вот и все. Поэтому этот смешной клоун, он живет недалеко от вас. Правильно? Где-то рядом. Ну да. Поэтому вы как раз попробуйте, и раз он говорит по-русски, он говорит по-русски отлично, попробуйте, так сказать, с ним пообщаться уже вот так, глаза в глаза, насколько он серьезен. И вообще, как это абсурдно жить на двух стульях, и туда, и сюда. Это я не понимаю, поэтому... Короче, я не понимаю эту позицию. И как, значит, познакомьтесь поближе с Walker, насколько он вам симпатичен. Хотя он не переходит ни в православие, как мне кажется. У него там даже какая-то протестантская общинка, и он там пастор у себя. Он не изменил своего вероисповедания, если я не ошибаюсь. Вот. Так что первое, попробуйте найти этого Walker, перейти с ним на контакты, понимать, насколько это серьезный парень. Зовите его к себе также. Он... хотя бы вы можете говорить на одном языке. Попробуйте его уговаривать, а за темой этого Стив, который едет к нему, как к старому другу, и он туда собирается в феврале. В феврале. У вас есть время до февраля, не так много времени. И если бы вы за это время успели познакомиться, сойтись с этим веселым человеком, приезжает Стив, и вы обоих, с семьями к себе зазываете. Все. Вот такой план. Хорошо, благодарю. Это все, что я знаю. Он... я ему, значит, сказала, что я живу недалеко, и если ему будет интересно, он ко мне завернет сюда. Это его выбор. На этом все. На этом наш разговор закончился. К сожалению, он живет в такой деревне, в такой глуши у себя в штате Миннесота. У него нет ни этого, ни скайпа, ни ватсап, ничего нет. Так что мы говорили по телефону. Если человек выбрал такой образ жизни, как бы дремучий, это странно для Америки, конечно. Вот. Не, так сказать, игнорируя всякую технологию сегодняшнюю. Это немножко странно. Ну, вот и все. Все новости я вам изложила. Значит, февраль. Он собирается. И... А вам бы я бы сказала, что надо бы как-то с этим Уокером сойтись, какого-то Андрея подхватить, их общего друга. Что за человек, который оформляет на себя все эти огромные земли. И к приезду Стива как-то уже понять самому ситуацию, можно ли с ними общаться, с ними дружить и звать к себе. Хорошо. Я скажу, который написал вот этот разговор сегодняшний-то. Да. Со Севым-то. Он администратор у меня на ресурсах. И мой крестник он. Да. И я могу через него только к этому уже Волкеру-то и подобраться, сказать. Я никуда не трогаюсь, если он приедет-то. Но я... Вот что вы сказали, я полностью с вами согласен во всем. Именно тот вот это смешной, он привык так... Это... Мы поговорим, дальше узнаем. Но это не жизнь такая, что он мотается везде. Но они еще... Они не были у нас и не видели. Мы ничего не отрицаем из того, что... У нас там... Свой храм. Ну, понимаете. Школа государственная. Государственная. А учителя свои верующие. Так что ему надо... Простите. Стив... Простите, пожалуйста. Этому Стив я также несколько раз объяснила об уникальности вашей деревни. Что одно дело, он едет к Волкеру, где-то рядом по соседству живет, в некой пустыне. И знаю, что этот Волкер несколько раз менял места. Да. И собрал какую-то протестантскую общину. Это странно. Если Стив вот совсем недавно все-таки выбрал православный путь, А ваша деревня испокон православная, со всеми традициями, и с храмом, и с детьми, очень много детей, и, конечно, его там сколько, 14 детей, очень быстро адаптируются, будут изучать русский. То есть, абсолютно разница между тем, как попасть в вашу деревню или попасть куда-то к этому смешному человеку, где все зыбко. Я ему это очень четко объяснила. Вот это и нужно было сказать. Но только беда в том, простите опять, у него нет скайпа, и поэтому нету, так сказать, плохая связь, даже телефонная плохая связь, и я не могу ему послать ничего о вас. Вот беда. Никакие видео, никакие фото, не могу послать информацию. Это плохо, конечно. А он посмотрел бы, как у нас на поле работают пермер. Я об этом и говорила. Я это удивилась. Как же вы там живете без скайпа, без имейл, если... Это как-то вы сами под колпаком спрятались. Хотя, то есть, вы сами не хотите ничего знать, не хотите расширять свое видение мира. Это меня, кстати, тоже очень не понравилось и напрягло. Что-то в этом... Понимаете, сегодняшний мир здесь очень открыт и очень оснащен техникой, а этот человек не имеет ничего. Это ненормально сегодня. Это не как-то... А как у Сива много так роликов, небольших стоит, где Библию считает? Тогда, если ничего нет, как он это все сделал? Ролики-то стоят у него. А, честно, я забыла об этом спросить. Я забыла. А, это Facebook. Да-да-да, он только на Facebook выставляет. Это у него через Facebook прошло. Ну, если у него весь выход в интернет, Facebook-то в интернете? Конечно, не знаю, не спрашивала. Может быть, он куда-то ездит, куда-то более активное место из своей глуши, в какой-нибудь городок, в какой-то поселок, может быть. Не знаю. Это мы не обсуждали. Вот. Я только ему сказала о зарубежной церкви и удивилась сама. Я ему сказала, как же так, вы вот вчера стали православным, а почему же ваш Волкер, который много лет живет в России, как-то остается равнодушным к православию? Вот это мне тоже не понравилось. Говорят, что Волкер стал православным, пишут. Пишут. Вот если, короче, если этот Стив захочет еще со мной выйти на контакт, телефонный или Skype, это все в его руках. Я буду больше спрашивать про этого человека, про Волкер, как они дружны, как они давно дружны. Больше деталей выяснять. Но я только одно и для себя я поняла, что он живет без гражданства много лет. Это его устраивает. Не знаю. Я не знаю. У нас в Потеряевке был один без гражданства. Говорил, я поеду оформлять тогда, а не оформлял. Его под Белоруссом... Я помню. Это история с вашим украинским, с малышом. Да. Конечно. Все я знаю. Надо все делать по закону. Именно. У нас есть регистрация государственная, краевой отдел юстиции. Мы в этой деревне начали из-за того, что краевая администрация, потом он стал губернатором, за его подписью восстановления поселка Потеряевка. Школа государственная. У нас электричество. К нам приезжают там, когда голосовать даже эти депутаты-то. Ну, мы не ходим, но все равно. Мы не где-то, но у нас все отдельно, совершенно автономно. Насколько это возможно. Мы нигде к ним не лезем, ни за чем. Продукция у нас вся своя. Школьники... Игнатий Тихонович, я все это знаю прекрасно. Я вас просматриваю постоянно. Все знаю. И на все 200% на вашей стороне. И повторяю еще раз. То, что этот Вокер... Не помню, как долго он живет в России. И очень неопределенно, где учатся его дети. Нет никогда информации. А у него их тоже немало. Штук пять. Четыре девчонки, говорят. Ну, даже четыре. Пусть четыре. Где они учатся? Жена за все эти годы по-русски ни слова. Какая-то раздвоенная жизнь. Это действительно сидеть на двух стульях. Вот. И какой путь выбрал Стив с 14 детьми? Понимаете? Я его как раз в этом не то, что разубеждала, но я удивлялась. Как вы решаетесь ехать в никуда с 14 детьми, с женой? Да оба вы не говорите по-русски. В никуда. Это какое-то безумие. Для американцев, прагматичного, это полное безумие. Так вот это безумие у них выйдет положительно, если он едет к нам. Вот именно. Это единственное место. Он сразу вливается в семью. У меня брат-священник, скажите, брат-священник. Говорила. Все сказала. На все сто. Я сказала, сколько лет, что это была Потеряевка, потом было пустое место. Потом 20 лет, 27, это все восстанавливается. Крепкая община с законами. Я ему сказала, что вы туда не войдете, не пройдя экзамен, не курить, не пить и так далее. Все ему рассказала. Мы с ним говорили час или больше. Если Господь благословит, и он приедет, нужно, чтобы он увидел, побыл на богослужении. Мы встретились из церкви, уходим у нас в собрание на улице. Он увидит. Мы даже в этой церкви, в которой патриарши, мы сильно отличаемся. У нас строгая форма, все как одеты. И в то же время мы ее не отрицаем. Признаем благодатность. Знаю, знаю. Знаю. Все знаю. Я говорю, ему ничего не могу показать, к сожалению, пока. Это жалко. Я думал, он как-то фотографию увидит, чтобы показать. Тогда он своими глазами увидит, как у нас работают, как проходит отдых, как молятся. Знаете, Игнатий Тихонович, я думаю, это тоже некая проверка глубины этого человека. Он получил достаточной информации. Да. Он очень с ним симпатично говорит. Он такой вежливый. Его манеры хорошие в разговоре. Не как у этого клоуна нашего, Вокера. Вот. Он симпатичный в разговоре. Если он захочет, это проверка. Насколько он глубок и чего он хочет. Если он хочет определенности, а я ему убедительно объяснила, что ваша церковь и ваш храм, в смысле деревня с церковью и школой, это совершенно стабильное место во всех отношениях. И в материальном, и в духовном. И блестящее развитие детей. И очень близкое душевное отношение всех жителей деревни к новопришельцам. Да. А не то, что какая-то пустыня. Я ему это очень четко объяснила. Так что будем ждать. Проснется он, нет. Это все. Если он приедет и думает, как скотину разводить. У нас у Игоря, у старосты, у него где-то сейчас 300 гектар земли. 36 крупного рогатого скота. И он увидит, как он поправляется со скотиной. Рынки сбыта. У нас не на базаре, а у них своя клиентура. Они приезжают, сливки там все продают. Его он сразу войдет в это русло. Ему не надо даже знания языка никакого пока. Тут он даже не будет ущерба чувствовать. Потому что рядом свои люди. Открытые люди. Главное, открытые люди. И которые, так сказать, как братья. Я ему сказала, что эта община как большая дружная семья. И вот еще что. Они что-то там решили где-то древнее. Так им скажите. Скажи, мы как раз деревню восстанавливаем на старинных, благочестивых русских обычаях. И по форме. И в молитве у нас Духа Святого Господа Истинного считается. И старые люди, которые молились до Никона, у нас молятся и двоеперстно. Мы с детства так. И здесь. Это как раз то, что ты искал. Тебе ничего не надо менять-то. Не по форме. Я похвалила его. Я похвалила, что ваша фотография, ваша семья на все сто подходит как раз под нормы вот этой деревни. Все это я ему рассказала. Одним словом, Игнатий Тихонович, надо просто ждать. Какая у него будет реакция? Отзовется он? Или это его выбор? Вот интересно. Про этого Велкера я уже читал года два назад где-то. И ваши чувства, это мои чувства на сто процентов. Я понял. У нас... Я не хотел говорить, но вот скажу. Вот у нас строгие бывает насчет где-то закона, а где-то как попало. Вот в Америке более строгие. Я занимался собаками в уголовном розыске. Я знаю, что это такое. Как надо. И в Америке сколько я не ездил, я ни разу не видел, чтобы собаки где-то болтались. А у нас часто бывает она ничья. Эти собаки называются шатохи. То есть шататься. Это ужасно, когда мы не имеем хозяина. У меня даже стихотворение написано это. Когда хозяин ей и пищу, и все дает. Или тот шатается. Он сегодня был рассмешил. Дальше этот... Мне сразу Стив понравился. Как он считает Библию. А я ей давно забросил, английский язык-то занимался-то. Ему можете сказать, что я много ездил по Америке. Не просто так ездил, а со мной ездил епископ Иларион, который сейчас первосвятитель. И скажите, что вы хотите проповедовать, заниматься. Больше меня во всей России никто не занимался. Мы прошли от Владивостока, Тихий океан, до Атлантического. Из Скандинавии в Прибалтику. Вы ему просто сказали... Как бы дать знать, что вы как раз туда едете. Вас уже ждут и обнимают. Он как раз подойдет. Я это буду... Это я буду ему говорить, если он захочет со мной встретиться. Это уже при встрече. Потому что я вам в прошлый раз говорила, что сегодня американцы слишком мягкотелые расслабленные. И они очень быстро устают от обили информации. А вы такой водопад направляете на человека. И этим можно и спугнуть, и раздавить. Если до разговора дойдет, можно сказать, скажи, ваши ролики там смотрели. И скажи, это очень понравилось. Потому что вы попали на благовестников, на миссионеров. Которые проезжали. И притом мы никого не отрицаем. Вот представьте, картина, которую нельзя так написать. Где-то мы сломались в Швеции. И там в одном Харсхорде, кажется, там где-то порт есть. И там можно было включить наши компьютеры. Посмотрели. В Великобритании баптисты. Слушай внимательно. Стоят вот так вот. В очередь. Ребятишки рядом. И они молятся словами. Господи, благослови Игнатия поездку. И рукой крестятся. Я первый раз это видел. Скажи, расположение какое. И у нас и мусульмане, и евреи. Все нас просто... Вот одна забоет. Да, великое чудо Израиля. Но то, что мы вас встретили, это не меньшее чудо. Я говорю, как относиться надо к евреям. Два благословения. Никогда не проклинать детей Авраама. И второе платить десятину. В этом все. И у нас близкие-близкие друзья. И евреи, и все. И при том, мы нигде не подлизываемся. Ну, представьте. 13 500 роликов у меня. 13 500. Да, да. Это так. Вот сейчас на воскресенье ко мне даже прийти. Позвонили. Он Абдурахман. Абдурахман, а сын его Нур-Султан были. Казахстан. Я видела их. Видела. Понимаете как? Скажи, вы хоть один раз, если здесь побудете, и вы поймете, вам нигде, даже если бы желали, такое нельзя построить. Это не искусственно. В этом заложена вся жизнь наша. В деревне, взаимоотношения, любовь к Слову Божию у православных. Как Андрей Кураев говорит, такой пиетет к Библии. Это вообще и строгость старообрядцев. Как, говорит, совмещается там это взрывоопасное. Андрей Кураев. Ну, вы же помните, вы же помните, как вас отец Александр обозначил. Вы помните? Ну, а как? Или вам напомнить? Напомните. О, горючая смесь старообрядства с баптизмом. Это Андрей Кураев сказал. Неужели он у него взял? Отец Александр говорил это много-много лет назад. А Андрей Кураев тоже сказал. Я говорю, только надо пояснить было. Любовь к Библии, это значит баптизм. А то, что у нас строго по канонам, молитва, все. А это уже старообрядство. А мы себя считаем... А это говорит... А это, Игнатий Тихонович, что отец Александр это сказал лет 35 назад. Ой, Боже мой, 45 лет назад. А Кураев сегодня это подтверждение тому, что вы идете одной прямой дорогой. Я говорю, когда спрашивают, вы духовно-то растете? Я говорю, знаете, у меня другое. Я с детства искал это. И не знал Евангелия. И мне, когда дали Евангелие, Новый Завет, вы сами знаете, что... Я в другой комнате был, они обедали. Они зашли, я уже попросил молиться. Все, меня не уговаривать не надо. Это то, что я хотел. Для меня не буквы, а голос как бы с ней, как бы, как бы прозвучал. Жизнь моя решительно повернулась, только на корабль зашел и стал проповедовать. Это говорят, а как вы-то что узнали? Я не знаю, как будто Господь меня снял вот это вот, дал мне познание. И я по сегодняшний день в том стою, только углубляя. Я понял, православие это истина. Я искусственно стал искать, что такое буддизм, почему православия так много, что такое протестантство. Я это от корки до корки старался все изучить. И пришел к тому, к чему пришел. Вы сейчас меня заставляете открыть вам мою мечту. Потому что вы иногда в разговорах с разными людьми начинаете вспоминать фрагменты из вашей жизни. Это все пока фрагменты, кусочки. А моя мечта, вот сейчас я вам ее излагаю. Я все мечтаю. Слово мечта не говори. Слово мечта всегда отрицательное. 13 раз в Библии, только отрицательное. Скажи, у меня желание такое. Хорошо. Желание приехать к вам с камерой. И с камерой сидеть до тех пор, пока вы последовательно расскажете весь свой путь. А потом и сделать тот самый фильм. То есть уже долго с ним работать, с вашим рассказом. Разбивать на куски, озвучивать разными там фрагментами музыкальными и так далее. Делать, вот как мы делали слайд-фильмы с отцом, так вот с вами сделать такой фильм в вашей жизни уже на сегодняшнем уровне. Так, я об этом только в воскресенье говорил. У меня есть такое стихотворение, я его вам скину сейчас. Мое стихотворение. А его положил Виктор Савченко на музыку и поет. Пример к себе своим воображением. И последний куплет такой. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. Мне хочется, чтобы кто-то это как сценарий, готовый сценарий, девять куплетов. Там такое. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Но нет слов. Я вам скину сейчас. Не уходите только здесь. Прямо сразу скину. Ну, об этом что сказать? Если Господь благословит, мы молимся сейчас. Мы просим Господа, чтобы его воля была не наша. И о том, чтобы Бог прислал детей. Когда будете говорить, не забудьте им сказать, что мы их детей не прячем. Они из Потеряевки здесь учатся, заканчивают университеты. То есть мы никуда не ушли из этой жизни. Но везде мы должны быть свидетели. Иисусовы. О благодати. О его жертве за нас. Мы везде должны людям нести эту радость. Это община радости. Но мы должны помнить. Горе смеющимся ныне. Вот тебе и волкеры. Горе. И блажены плащащие. Ибо они утешены. Так вот, давайте, Игнатий Тихонович, я жду его собственного звонка опять. Хочет он выйти на контакт, хочет он приехать. Он сразу меня стал приглашать к нему туда приехать. Миннесоту в эту. Это очень далеко, в жару. А я ему сказала, у вас есть желание, вот вы будете рядом, очень близко, приезжайте. И поговорим. Это все. Будем ждать его реакции. Но вы, вы с вашей стороны, попробуйте выйти на этого волкера, познакомиться с ним. Хорошо. Если он все-таки, вот как-то будет вам симпатичен, начинайте с ним работать. Да, я знаю, знаю. Но только я говорю, мое впечатление, когда я смотрел несколько лет назад. Он сейчас встречается с Дмитрием Смирновым. И гляжу, он так это, ну может быть он в православии поворачивается. Но вот это вот постоянное хихиканье, у нас это не одобряется. Златоуст говорит, ты раздеваешь рот, смеешься, не думай, что сатана вскочит в тебя. Вот это вам большая работа. Это вам такой вот студент в руки попадется, с ним и работать. Да. А у вас времени мало, февраль. Он, я не знаю, в начале, в конце феврале этот Стив едет туда. То есть едет к вам по соседству. Ваша задача выйти на контакт с волкером. Так сказать, поработать с ним. И уже знать, когда вы увидите этого Стива. А вот вам этот волкер будет переводчиком. Ну вот сегодня по администрации-то наши разговаривали с ним. Вы комментарии-то прочитали. То есть на это вы уже вышли. Но я скажу сейчас, они найдут волкера. Я никуда не лезу. Я жду только здесь дома. Моя работа сидеть тихо, как говорится. Не от Египта за помощь. Сидите спокойно, Господь говорит. Я свое отъездил. Ну смотрите, подумайте, подумайте. Все-таки как-то с этим человеком сойтись. Смотрите, к нам приехал митерман. И звать его к себе так же. Так ему объясните, сколько там ты живешь? Где-то непонятно где. В юртах каких-то он живет? В юртах. Он везде чужой будет. А почему волкер-то ездит? Он понимает, что его там с потрохами вытряхнут. У нас-то он приезжает, и мы сразу принимаем. Он этого администрации спросил, есть ли дома на продажу. Он уже спросил его. Хорошо, хорошо. Теперь он есть, но они небольшие. Тут надо подумать. На два дома он же не будет. Надо один дом. А один дом, это значит... Вы о ком, а волкер? Если он в юрте живет, поместится для начала. Это я говорю о Стиве. Ничего. В тесноте да не в обиде. Это все начало. Я не знаю, где они сейчас живут, какие у них условия. И материальные, и житейские, не знаю. Поэтому работайте вы. Готовьтесь к февралю. Если все, что говорится о нем так, как есть, и он серьезный, то ему искать не надо. Поиск закончился. Что вы хотели? В совокупности все, которые о детях у вас вообще там неизвестно. Где они там будут, дети с кем? Здесь абсолютно все. Дети и вы в одном месте находитесь. И на молитве. И при том, не надо вам ничего менять. Вы приходите уже в готовый труд. На чем не трудились, как написано в Писании. А Христос сказал об этом им. Ну, только молиться, уж как Бог даст. Мы же не знаем, что будет. Вот мы думали первоначально, разговор шел. Когда начали строить, думали, ну, родственники, там, другое. Это самые близкие люди. Они как раз делали самые негодные. Вот так. Проверка и проверка и проверка. Проверка и написано. Враги домашние, враги. Притом не на чем. Не на чем совсем. Ну, хорошо. Все. Все, я не уходить. Я сейчас вам постараюсь это все скинуть. И подумайте сразу уже об этой режиссере. Как это снять? Это моя биография. Стихотворение. Ну, я вам раскрыл свою тайну. Ну, хорошо. Но я сейчас когда скину, и вы после этого, когда прочитаете, прослушаете, скажите, есть ли ваше желание заняться этим стихотворением и все это озвучить? Будет, будет желание. Знаете. Хорошо бы только это желание возникнет, когда я с вами наконец-то встретиться через много лет. Вы же знаете, что меня снимали в четырех фильмах документальных. Я все эти фильмы имею. Ну, в Америке они были очень распространенные. Кстати, я вам, вот как-то мы с вами сейчас несколько раз общаемся так очень живо. И это мне напомнило, что... Спросите у вас, видели ли все фильмы, которые я делала с отцом Александром? Вот я вам и поклала. Как бы память. Нас отец Александр соединил много лет назад. Я вам и скинула несколько фильмов. А вы спрашиваете, я там или не я. Конечно, это мы вдвоем и делали. Тогда попутно спрошу. Когда мы были у отца Александра, пришел какой-то человек, маленько так рыхлый, как сказать. И он много нас снимал, но у меня ни одной фотографии нет. Кто он такой? Как мне-то получить бы хоть одну фотографию? Вы это у меня спрашивали давно. Ничего я не нашла. Ничего. Он целый день снимал. Я не знаю, сколько он сделал снимков, там ужас просто. И у меня ни одного нет. Я же уехал сразу домой. Да, да. Ничего не смогла найти, к сожалению. Увы, ничего. Ну, наша беседа с отцом Александром, она опубликована у меня в книгах. Дословно мы записывали тогда. И кроме того, когда я вел радиопередачу, у меня три программы было. Каждую неделю три раза по эфиру. И там я пропустил его, разбито на шесть частей. И тогда, а уже я о нем рассказал. Ну, а я-то с ним там где-то не соглашался, что-то. Люди, да как вы смеете? Как вы смеете? Нормально. Я говорю, я смею, а вы не смеете, потому что я не пинаю мертвого. Я ему говорю, он смеется и там слышит, как ложечка в стакане стучит. И он вот так у меня микрофон схватил. Ну, интервьюер, говорит. Ну, у нас очень близкие были здесь понимания. Да, и отец Александр всегда напоминал слова Христа. Надлежит быть разномыслием. Да. Каждый имеет право. Когда трагедия случилась, мне сразу пришла телеграмма. Такая беда с отцом Александром. Сразу же мне они отбили. Кто уж, я не знаю. Вот это, может быть, я-то и сделала. А вот и не знаю. Вас в это время-то уже не было в Москве? Нет, здрасте. Его убили 9 сентября 1990 года. А мы уехали в марте 1991. Ну, значит, вполне может быть. Возможно, потому что я послала нескольким людям. Один человек отдыхал на море, я ему послала. И он это тоже там в своей книге написал. Скорее всего, я и вам это написала одновременно. Ну что, я благодарю. Только вот еще какое дело. Был, когда у нас митрополит, а до этого был другой епископ. И он там говорит, мною начиналось у него любое епархиальное собрание. И мной заканчивалось, священник говорит. Ну, недовольный был. Ну, а там, когда стали разговаривать, мы узнали, как это было. Патриарх Кирилл спрашивает, почему две общины осталось в зарубежной церкви? Две на всю страну. Почему вы их не можете вроде? А наш епископ Евтихий сказал, говорит, если бы местный епископ по-другому вел себя, по-другому было бы. И, видимо, он ему подсказал. Когда мы встретились там в епархии, он говорит, я готов к вам на вертолете лететь. А батюшка говорит, досадиться негде у нас. А вот этого прислали, знаешь, вот как отец родной. У нас такое мнение, что такого больше нет митрополита. Он без объятий, без поцелуев никогда не встретится. Я говорю, смотрите, владыка, чтобы нас не разделили за глаза. Он говорит, уже сейчас, говорит, стучат рогами, говорит. Но он их отжалил. Это подарок вам от Господа Бога. Это подарок за прошлое. За прошлое. Да, за все ваши труды. Да, так он вот в народную, русско-народную линию, я могу сбросить вам, когда спросили, а кто такой Игнатий, там по лагерю, когда меня гнали. И он дал такую характеристику, как, говорится, я сам о себе бы так не сказал. И все сразу повернулись лесом. Ну, люди разные же бывают. Он очень-очень расположен. И приезжают там архимандриты, семинаристы, певцы, и все записано у нас. Это я тоже видела. Я все ваше записанное видела. Ласточки как поют-то. Да, я все вижу, отсматриваю постоянно. А вы видели, как я сейчас ездил, или в Латвии был, и в том месте, на том месте я стоял, где обратился? Нет. Вот я вам скажу, на 100%, вы будете плакать. Кто бы ни смотрел, все плачут, потому что я на том месте рыдаю, плачу и благодарю Бога, что он меня здесь нашел. Вот там другое предприятие. Тогда я решил книги подарить, но их нету. Они умерли. Я решил тем, кто там есть. А та вызвала полицию. А полиция приехала, и все это снято. А полиция приехала, и мне как раз это и надо, полиция это. Ну, один вышел, говорит, я передам книги. Это когда мы делали в этом кругосветном путешествии. Полицейский? Полицейский взял ваши книги? Нет, не полицейский, а там стоматологическая фирма какая-то. А полицейских вызвали, они к нам, мы документы показали, у нас все, путешествия, сопроводительные документы. Ну, они по-русски-то говорят, латыши. Да, да, да. А тогда, говори, она-то испугалась, борода-то эта тут на нее. Они приехали, я говорю, нам как раз вас и не хватает, помогите. Я книги-то передал, ну, и тут один кто-то из них взял. У нас все так интересно было. С кем только мы не встречались. Благословенно, как на руках Бог пронес. А когда в Швеции сломались, отсюда дали сигнал из России. Бросайте машину, мы сейчас высылаем деньги, покупаете иномарку и едете дальше. Я говорю, нет. Ну, хорошо, не отходи только, сейчас я буду вам сбрасывать материалы. Хорошо, вы все поняли. Понял, отлично. Все-таки побольше знакомьтесь с этим Уокером, собрежайтесь с ним лично. А я буду со своей стороны. Я закончил чем? То, что я сказал архиерею, чтобы за глаза нас не разделили, это я к вам отношу. Да. Поняла? Да. Чтобы нас не рассорили как-то. У меня в жизни это не было никогда. Кто бы что ни говорил, я встречусь, начинаю молиться, встречаемся совсем по-другому. То есть часто обман идет. Вы слышали такой рассказ к Сократу? Подошел один там и говорит, у вас товарищ такой, он говорит, я про такое, такое про него знаю, я такое знаю, ты даже никогда не слышишь. Он говорит, подожди. Так, ты хочешь рассказать про моего товарища? А ты уверен, что это правда? Да нет, я не знаю, может быть не так. Так, ты хочешь мне рассказать про моего товарища, что неверно? Дальше. Отношения наши с товарищем улучшатся? Да нет, говорит. Так, ты хочешь мне рассказать про товарища, ты не знаешь, достоверно это. Он тот махнул рукой и говорит, тогда не буду говорить, уйду. Вот так же. Вот и сегодня это тем более очень активно работает. Я могу похвалиться, написано хвалящийся хвалист Господом. У меня в жизни ни разу этого не было, нигде. Я говорю, скажите, вот там Попков был, Попков, вы можете знаете, в Москве был Попков такой, молодой высокий человек. Я узнал, какая у него была там кличка, он проходил под клоун. Клоун, это у КГБ. А и тут тоже, я знаю, какая кличка, вот это у Михайлов, у этого, у патриарха Кирилла, Михайлов. Тот был Дроздов Алексей. Я тогда написал бумагу и отнес в КГБ, ФСБ. Я говорю, я хочу узнать, когда я был у вас в разработке, какая у меня кличка была. Они мне сразу ответили, у вас не было клички. А почему? Он меня допрашивает, первый раз, первый допрос. Я его обращаю. Один следователь есть, обратился, сейчас священником стал. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Следователь крестился. Это Бог делает, человеку это невозможно сделать. В этом, Игнат Ильич Ильич, ваша уникальность. А вы Зою Крахмальникову знали? Зою Крахмальникову? Не встречалась, лично не встречалась. Конечно. Она кандидат наук была. Да-да-да, читали ее книжки, ее мужа знакомы были. Феликс Светов. Да-да-да, Феликс Светов, да. Это было уже. Нас беседовали, а она и говорит, я работник за песеным столом, а вы трибун, вам нужна трибуна. Я когда ехал дорогой, в вагоне едем, когда Бог так делал, то кондукторы не могли пройти. Нельзя в вагоне пройти, народу сколько. А в Третьяковке в Москве были, ну у нас много было, человек семь, наверное-то. Ну и одна комната, иконы, там иконы и зал-то. Ну зашли там по откровению иконы-то. Я говорю, сразу другие начали подходить, а кто-то сообщил туда, милиция прошла, не может пройти, полностью забитая комната. А они говорят, ну скажите, чтобы он сам вышел-то. Я тогда вышел. Вот у меня это было не один раз. Как раньше, раньше, это те годы, проповедовать в соборе Василия Блаженного пришлось. Это даже нельзя высказать. Помню, в Исаакиевском соборе я проповедовал. Она стоит и там написано, врата поднимите верхи ваши, войдет царь славы. Говорит, это на Пасху, священник, украшен. Я говорю, нет, это пророчество о Христе. Слава Его воскресшего такая, а Он ни перед кем не кланяется. Потому что Он только Богу кланяется, Отец Его. И врата должны подняться, чтобы Он прошел. Она тогда мне и говорит, гид-то, тогда вы и говорите дальше-то. А там, кажется, разделяется на пять, на шесть групп, по-разному будут. Те подошли, те, и, наконец, весь Исаакиевский собор забитый полностью. Там билеты продают, а зайти не могут. Представьте себе, что... И тогда подошла молодая гид-то и говорит, знаете, тут жалоба поступила. Вы к выходу подайтесь туда. Я к выходу подался, чтобы тех-то маленько шатнуть. Чтобы больше народу оплатить. А народ-то никак. Я тогда на улицу вышел, и весь народ за мной. И пустое опять храм. Ну, столько интересного это. Такая же история была в картиной галереи. Рассказывает какая-то там, не картина, что-то... Петергоп там, в Ленинграде тогда было где-то. И тоже вот рассказывает, какой, что... А я стал говорить о Боге. Как Бог располагает. Молодой мужчина, ну, юноша, может быть. Он гидом был у них. Ну, может быть, лет несколько, 20-25. И он мне тоже передал всю группу. Давайте тогда рассказывайте. Я стал говорить, почему Исаакиевский. Биографию этого Исаакия, который туда, Далмацкий. Как он смело выступал. Что с ним делали, куда бросали. И как он обречал царей. А там на воротах все эти отлитые картины. Дайте людям живое слово. Вот, когда я был в Америке, в Лос-Анджелесе. Попутно уже. Ну, уже скоро уезжать. А я рвусь к народу. А меня там запечатали, уйдут на работу. А я по телефону даже разговаривал. Ну, за две недели маленько припомнил. С полицейскими встречался там. Порядки узнавал. Я говорю, у вас молодежь-то есть или нет? Есть. Вы можете собрать. Да она не нуждается ничем. Молодежь такая. Я прошу вас, Христа ради, соберите. Я скоро уезжаю. И они собрали. Много молодежи. А старики там во дворе разговаривают. Ты машину за сколько купил? За 3000 долларов. Хоть поезжу на хорошие. Я как зашел туда, поздоровался. Они заходят уже, наверное, через час. Сейчас полная тишина. Они думали, все разошлись. Второй час идет. Так они мне потом говорят, это наша молодежь. Так как вы могли так с ними? Я говорю, я ничего не делал. Я им рассказал о Христе и о любви Божией. Понимаете? Ваша молодежь. И там сербы были. Там не знаю, какой только не было. А там я говорил, переводчики были. Китайские, кажется, корейские. В Джорданвиле выступал. На тему. Будущая русская эмиграция во свете Святой Библии. Я им показал с датами совсем. И они там объявления происходят. Будущая эмиграция с датами? Да. Будущая эмиграция с датами? Да. По пророчеству, что именно исполнилось. Вам надо домой возвращаться. Пленение окончилось. Я им там говорю и ссылаюсь. Златоуст 12 тонн. Страница такая-то. Там Василий Великий то. И на основании священного писания. Там священников сколько было. Вот я попутно. Я вернулся. Никто не записал? Это никто не записал. Не знаю. У меня не было. Но после этого подошел один и говорит. А вы возьмете деньги? Я вам выпишу. Я говорю. А я не знаю. Чек. Я говорю. А что это такое? Я даже не знал. Он мне на 5 тысяч или на 6 тысяч долларов выписал сразу. И мне бы его найти надо. Может быть вы помогли бы. Иосиф Дегранде. Запишите себе. Еще раз скажите. Иосиф Джозеф. Иосиф Дегранде. Д или Т первое? И по-русски это. Дегранде. Ди. Д. Данила. Игорь. Там это. Григорий. Дегранде. И он хотел приехать сюда. Я ему теперь оформляю документы. А послать некуда. Он хотел приехать сюда. Я должник перед ним. Это 91-й, да? Вот. 92-й. 92-й. А он... В Дражданске встретились мы. Я доклад делал. Поняла, поняла. Это американец, да? В те времена. Почему-то он сказал мне... Помянул слово Канада. Проскользнуло. Хорошо по-русски говорит. Черноватый волос такой. Мне показалось, что он даже из Южных Республик. Ну, Игнар Дегенович не обещает. 92-го года. Как-то в Дражданбире. Я попутно сказать. Я вернулся когда в Синод-то. А обедаем-то. Митрополит сидит тут. Епископы. Я среди них-то. Никто. Где обедал воробей? В зоопарке у зверя. А я говорю, там же где архиерей. Я переделал. Но они меня спрашивают. Вы вот там-то были. Понравилось? Я говорю, нет. В Америке, ну, хоть что-то вам понравилось. Я говорю, домой охота. Ну, а в Жорданвиле от вас отвезли. Я говорю, мне понравилось. Ночные молитвы, как там было все. Мне понравилось. Понимаете? Я отдохнул там душою. И монахи, там, мне заказывают грибов, там, прислать, там, 100 долларов за килограмм сушеных грибов. Это Бог делает так. А у них там печи какие. А я печник как раз. Я во все... Потом меня повезли куда-то там на холме. У них какой-то там скид был. И разгромили сатанисты. Сатанисты. Как они изуродовали, все. Кверх ногами крест там сделали, изгадили. Я это видел. Их какой-то у них был и Игнатий там, иеромонах. Родители его сдали сами. Не знают, что делать. Но он говорит, все время пил и умер. Недавно умер. Там неблагополучная была обстановка-то. И они от меня ничего не скрывали. Там Еприем был. Меня как-то Господь так мел. И был там еще Владимир Русак. Один дьякон, который сидел 7 лет. Его отпустили. Он сразу выехал. И он меня домой к себе принял. И когда у меня компьютера не было, ничего. Он говорит... Я говорю, покажи, как это. Он показал. А он там где-то внизу работает. А когда он сидел, жена в это время у него ушла к другому. Его с дьяконства сняли. А потом, когда его патриархия-то обратно соблазнил, патриарх ездил, он вернулся потом. На этой женой-то он не стал расставаться. И поэтому с дьяконства его уже сняли. И он мне говорит, у тебя будет компьютер. Вот то, что вы ездите, проповедуете. У вас компьютер все поглотит. Но тогда еще интернета даже не было. Не было. Ну а теперь я в интернете сижу, у меня хватило. Мы 120 тысяч километров проехали. Не просто проехали. А 600 с лишним мест, где мы останались в городах, и все страны захватили. Он тут ошибся. Мы когда были молодые еще, ну я проповедовал там у старообрядцев. Они говорят, вот если женишься, тебе уже выше не подняться. Ты только будешь на том стоять или пойдешь к низу, а не ошиблись на 100%. Мне Господь по любви своей вот это дал. Понимаете? Конечно. Это Господь. Вы могли мне не встретиться. Вы могли мне не встретиться. Вопрос назад к этому человеку Иосифу Дегранде. Если ему 92-м, сколько ему примерно лет было тогда? По моему рассуждению, как я видел, ну года 23. Хорошо. Примерно так, черные волосы были. Поняла, поняла. Хорошо, молодой человек. Примерно за меня. Я уже на дверь писал, они мне не ответили. Не ответили. Я даже это как-то здесь говорил, в епархию пишем мы. И они не принимают. День деревни, я пошел здесь, краевая администрация, краевая прокуратура, краевой суд, ФСБ. Везде ответы пришли. Кого-то прислали. А патриархия никак. Понимаешь как? Я вот говорю, потерять там с землями трудно было. 32 заявления только я писал прокуратуру края. И 32 раза они отвечали и приезжали. Какие мирские люди-то они, вот вообще, краевой УВД, ни одной бумажки не оставили без внимания. Патриархию как мертвое болото. Я же патриарху писал обличительные письма. Ну, если бы вы писали другие письма, может, они бы отвечали. А на обличительные, конечно, им не хочется отвечать. А тогда был Пимен был. Я подошел, вот так ему письмо подаю, когда как к Христу подходили. А там рядом с ним стоят, ну, кто они стоят там? Пштицы или как-то. Белохранители? Он меня вот так рукой гольнул, и я как далекое от него-то. Письмо не взяли. Но я Зое Крахмальникову отдал и к утру уже голос Америки передал. Это воззвание было. Каких людей Бог дает? Это все от него. Так что просим, не забывайте нас. А мы вас помним всегда. Хорошо. Хорошо. Значит, до следующей связи. Да, до следующей. Выходите почаще. Спасибо. Давайте. Спасибо.